В Кенчеркасском районе в рамках одного из социальных проектов прошла удивительная акция. Главные ее участники, дети, открыли много нового о правильном питании своим старшим землякам. Предметам и обычаям Руси посвящены экспозиции в Краевическом музее Сергеевского района. В год 700-летия Сергия Радонежского здесь разработали специальные программы для семейных и корпоративных экскурсий. В Жигулевске решили возродить искусство чтеца. Начали с малышей. Здесь состоялся первый в своем роде за много лет конкурс любителей поэзии. Воспитанникам детского сада «Аленушка» повезло. Каждый день в их меню вкусные и разнообразные блюда – супы, каши, мясные котлеты. В обязательном порядке фрукты и овощные салаты. Словом, все то, что помогает маленькому организму расти и правильно развиваться. Сейчас у нас вопрос на стадии рассмотрения. Мы хотим применить в нашем детском саду кислородные коктейли. Сейчас мы родителям раздали анкеты. В ближайшее время они должны будут заполнить. Там в этих анкетах указано, есть ли аллергия у детей на определенный вид продукта. Согласны они и согласны. И в дальнейшем уже в своем рационе мы будем применять кислородные коктейли. Недавно воспитатели Аленушки решили, просто правильно кормить детей недостаточно. Необходимо, чтобы привычку к здоровой пище ребята сохранили на всю оставшуюся жизнь. А для этого они должны знать, какие блюда из чего состоят. Начали с самого простого. Вообще сок где делают? Соковыжималку, да? У нас нет соковыжималки, мы механическим хотим. Посмотрите, сейчас мы проверим, сочный апельсин или нет. Больше с этого апельсина. Больше с этого? Нет, наоборот, смотрите. Ну что, попробуем, наверное, его, да? Познакомившись с полезными и вредными продуктами, дети понесли информацию в массы. На улицу села вместе с педагогами они вышли с акцией «Правильное питание – залог процветания». Кенель-Черкасцам они адресовали вопросы и речевки. Как вы питаетесь? Правильно, а может быть не очень? Будешь часто есть художник, через год протянешь ноги. Крупные блюда – это просто чудо! Детям очень нравился этот процесс. Они вместе с воспитателями учили речевки, изучали вообще правильные и неправильные продукты, проводили занятия совместно с родителями. Многие дети совместно с бабушками, мамами, папами шили костюмы для сегодняшней акции, рисовали плакаты, помогали нам. Но всем очень понравилось. По ходу следования по центральной улице села участники акции останавливались и консультировали прохожих, рассказывая им о правильных и неправильных продуктах и блюдах. Можно кушать каши, суп, запеканку, картошку, яйца. Морковь, баклажаны, помидоры, яблоко. Сок, сметану. Нельзя есть чипсы, кережки, семечки. Помимо устных консультаций, дети раздавали всем, кого встречали памятки, с рекомендациями по правильному питанию. Прохожие реагировали очень добродушно. Вообще хорошо, когда детей выводят на улицу на свежем воздухе. А тем более им же наверняка объяснили, что делать. Эти речевки они учили не просто так, а им же рассказывали, в чем смысл. Поэтому вообще прекрасно. Пусть побольше будет таких акций. Правильно питаться – это для твоего здоровья, для твоего блага. И правильно, как женщина, правильно питание своей семьи, рацион какой-то включить. Для женщины это даже очень хорошая акция. Мне очень нравится. Инициатором проведения первого в городе конкурса юных чтецов стал коллектив детского сада Иволга. Тематику для дебюта выбрали с ноткой патриотизма и любовью к родному краю. Все прочтенные ребятами стихи были посвящены осенью в «Жигулях». К нам жар птица прилетела в горы «Жигули». Заиграла по билетам золотые дни. Все распады и пригорье пламя в горя. Вот в такое время года ярче зольная. Желающих принять участие в конкурсе было гораздо больше, чем ожидали организаторы. К тому же все ребята по-настоящему удивились своим ответственным подходом к конкурсу. Несмотря на это, предварительный отбор прошли только два самых талантливых участника от каждого детского сада. Действительно, отбор был очень сильный. Почему? Потому что в любом случае это всегда интересно и ответственно. Всего в конкурсе чтецов выступили 22 воспитанника из 11 детских садов. Активно участвовали дети с нарушениями речи. Для них выступление на публике – это прекрасный опыт. Для своих выступлений дети вместе с родителями выбирали далеко не самые простые произведения. Кто-то вспомнил творчество великого Лермонтова, а кто-то решил покорить жюри авторской работой. Я вам сегодня расскажу историю стиха. Проигравших в этом конкурсе не было. Абсолютно все участники были награждены грамотами и подарками. В планах организаторов в следующем году вывести конкурс на уровень города. Кристина Курдюкова, Наталья Глухова, телеканал ФТВ «Жигулевск». В Отрадном состоялась презентация 16-го по счету сборника стихов местного поэта, члена Союза литераторов России Николая Кавкаева. Стихи писать он начал после 50-ти. Все светлые и высокие чувства автора отразились в них полной палитрой поэтических красок. Здесь и любовь к женщине, и восхищение родной природой. Поэт не утратил лирических настроений, несмотря на нелегкий жизненный путь и насыщенную трудовую биографию. Обычная пятиэтажка на окраине города. В этом доме по улице Спортивной живет поэт нашего времени Николай Герасимович Кавкаев. Его жизнь полна удивительных событий. Он 72-кратный чемпион по шахматам. Большую часть жизни Николай Кавкаев отработал трактористом-машинистом. А свои первые стихи он написал в 55 лет. А что вынудил? Это, наверное, вот там Господа Бога надо спрашивать. Ну, не могу ответить. Ну, что вынудил? Я не знаю. Тяга была, конечно, еще. Молодой был, 16 лет, когда было. Я любил Есенина. Бывало, вот, есенинские там, персидские напевы. Я на песни переделал все. Передарим еще. Это вот тут с гитарой. Сейчас в его книгах собрано более одной тысячи произведений. Николай Герасимович рассказывает, что его первым слушателем стала любимая жена. Именно она помогает ему достигать высот и двигаться дальше. Спасибо ей за терпение. Вот ради нее, наверное, я стал таким человеком. Разбирает в стихах. У меня кабинета нет. А вот когда у меня вот жажда приходит к стихам, я три-четыре месяца вот все забываю за столом тут. Отсюда выгонят в зал пойду. Отсюда в зал, в спальню. Вот пока не выдам 100-150 стихов. Я не перестаю. 15-й сборник стихов называется «Свет в окне». В этой книге одображены тонкие оттенки чувств, связанных с любовью к родине, чарующими красками осени, с раздумьями о жизни, дружбе, верности, а также боль самого автора, об исчезновении его малой родины, деревни Лукьяновки, Похвестневского района. Вот ностальгия у меня. Вот почему они пронизаны грустью всегда о деревне? Потому что ее нету. Вот где твои детские следы, юношеские остались. Вот приезжаешь, вот ходишь по этим следам и да. Вот поэтому грусть. А была бы деревня моя сейчас, отчий дом. Я бы через паром и першагнула. Знаете, у меня сильная ностальгия по этому. Первыми с новым сборником познакомились друзья и студенты от Радненского нефтяного техникума, у которых была уникальная возможность на несколько часов окунуться в волшебный мир поэзии Николая Кавкаева. Снова осень, как будто новинку. То ли дождик идет, то ли снег. Почему бы забыл к ней тропинку? Не скажи, дорогой человек. Мне нравятся стихи Николая Герасимовича. Они заставляют задуматься о жизни и о красоте нашей русской природы. Мне очень нравится творчество Николая Герасимовича Кавкаева. И я очень надеюсь, что он и дальше будет радовать своих слушателей своими прекрасными стихами. Екатерина Стрюкова, Владимир Постников, Роман Стрюков, Натрадный. Художники, поэты, музыканты, те, кого принято расплывчато называть творческими людьми, немного сказочники, говорил писатель Аль Кватион. Сегодня в нашей творческой мастерской по Солныхе мы продолжим с вами вышивку, замечательная икона. Любовь Викторовна рукодельница как минимум в третьем поколении. Сама она занимается вышивкой. О себе говорить не любит, предпочитает рассказывать о своей семье. Разумеется, такой же творческой. Я родилась в творческой семье, где мои бабушки, прабабушки, мама, сестры, они занимаются рукоделием. Мы вышиваем, мастерим, нравится приносить людям добро, красоту. И 15 лет назад зародилась такая идея в своей родной школе, где учились мои родители тоже, я училась в этой школе, открыть творческую мастерскую. Сейчас в подсолнухе не просто кружок по интересам, а нечто большее. Объединение, где каждый может раскрыть свой талант. Помогает в этом девочкам и родная сестра Любови Галашиной. Кстати, что касается названия мастерской, то оно выбрано не случайно. Творческую мастерскую мы решили назвать подсолнухой, так как у нас каждый лепесток – это наше подмастерие, а уже сердцевина – это семечки, это уже мастера. И дети, которые у нас уходят из нашей школы, они возвращаются к нам опять назад. В мастерской вышивают, лепят, рисуют, занимаются декупажем и даже ведут исследовательскую работу. Так одна из учениц Любови Викторовны изучала историю костюма. И своими руками, но и не без помощи наставницы, сшила национальный мордовский наряд. Этот год 2014, он знаменован как год культуры. И поэтому я хотела своим костюмом показать, что мы помним о культуре других народов. Была такая традиция носить белые рубахи длиною в пол, и подпоясывалась она поясом, на котором были орнаменты черного, желтого и белого цветов. Белый цвет означал чистоту, а желтый цвет означал солнце, которое давало энергию для растений и так далее. А черный цвет означал почву. Вот так, казалось бы, обычное увлечение перерастает в занятия всей жизни и помогает другим раскрывать свои таланты. И кто знает, может быть, со временем подсолнух даже станет символом творческой Сызрани. Людмила Ермакова, Дмитрий Медведев, телекомпания КТВ Луч, город Сызрань. Дата 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского имеет особое значение для православной России. Имя одного из самых почитаемых святых неотделимо связано с остановлением и развитием русской культуры. В историко-краеведческом музее Сергиевского района на примере крестьянской избы знакомят посетителей с народными и культурными традициями на протяжении веков. Рассказ о предметах и обычаях Руси в крестьянской избе. Это начало экскурсии в историко-краеведческом музее села Сергиевск, посвященной 700-летию Сергию Радонежскому. Гости из села Боровка смогли насладиться фотовыставкой под названием «Взгляд через года». Это не просто проход по залам. Гости ждал приятный сюрприз. Присутствующим приготовили перья и чернила, и имя они старались повторить, написание букв, кириллицу. Тем самым на несколько минут окнулись в старину. Не прошли и мимо живого уголка, где они увидели летающих птиц и медведя. Стоит отметить, что такие выставки все больше пользуются популярностью у работников организации муниципалитета. Теперь в музей ходят не только семьями, но и коллективом. Мы не стоим на одном месте и постоянно разрабатываем какие-то новые мероприятия, пишем новые сценарии. По окончанию мероприятия присутствующие смогли оценить экскурсионную выставку. На листочках в виде сердечка разными цветами они показывали свои чувства. У нас 10 человек приехало, остались очень довольны. Мне понравились все выставки. Крестьянская изба очень понравилась. Это напоминает о глубокой, скажем, старости, как было в старину. Что-то я помню из своего детства. И сравнивала, что и до сих пор это хранится именно в этом отделе. И молодые люди должны приезжать, смотреть, что и как было в прежние времена. Такие выставки в Сергиевском историко-краеведческом музее может увидеть любой желающий, независимо от возраста и интересов. Ведь там есть чем заинтересовать. Каждого. Елена Балашкина, Антон Иванов, телеканал «Радуга-3», Сергеевский район.